Конкурс профмастерства среди специалистов-электриков организован правительством области, Союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией профсоюзов. Принять в нем участие решили 23 организации со всей области. 9 бригад вступили в борьбу в командном зачете, остальные встретились уже в индивидуальном первенстве. Этот конкурс у нас проводит представитель Ростских надзора. То есть оценка производится по тем же критериям, которыми они используют для аттестации, присвоения групп допуска и так далее на промпредприятиях. Соискатели названия лучшего в профессии показали свое мастерство и знание дела в теоретическом и двух практических этапах. Оживить впавшего в кому пострадавшего от удара электрическим током – задача не из легких. Компьютеризированный робот Гоша – стандартный тренажер для всех аварийно-спасательных служб. Но далеко не каждое предприятие в области имеет такую тренировочную базу. А отработка действий необходима. В реальной ситуации ставкой может оказаться жизнь уже реального потерпевшего. Если чуть чаще тренажер показывает, что дольше время оживления, или он умирает, или вот чуть голову не запрокинули, освободили дыхательные пути, получается, что воздух не прошел, вентиляции легких нет, тренажер тоже умирает у нас. То есть вот такие ситуации у нас здесь тоже были. Предварительный мастер-класс помог многим участникам вдохнуть жизнь в Гошу. Особенно тем, у кого на предприятии нет подобного оборудования. А на предприятиях у вас вот такие учения какие-то проходят? Естественно, проходят дни техники безопасности, на которых мы оттачиваем мастерство. Внутренние конкурсы предприятий, внутри предприятия, внутри нашего общества. Мы постоянно тренируемся, участвуем, доказываем свое профессиональное мастерство. Во втором практическом этапе участники должны были правильно собрать электросхему и запустить двигатели, что ни у кого затруднений не вызвало. Вообще нравится идея проведения таких конкурсов? Да, достаточно интересно, в принципе, поучаствовать. То есть манекена у нас как такового нет, даже интересно попробовать, применить потом. В принципе, на практике, надеюсь, что никогда не понадобится, но мало ли, такие навыки все равно нужны. Кроме испытаний по профмастерству, в программу конкурса включены мастер-классы по отработке практических навыков и семинары-практикумы на актуальные темы. Ольга Курганская, Игорь Бероев, Новости дня.